Эта история Леонида Млеча, для тех, кому небезразлично наше прошлое, ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, в стране прошел всесоюзный референдум, первый в истории нашей страны, ради того, чтобы провести этот референдум, специальный закон принял на Верховный Совет, Союзный Верховный Совет. Обсуждался один вопрос, который был сформулирован так, я вам сейчас зачитаю. Считаете ли вы необходимы сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерацией равноправных суверенных республик, в которые будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности? Почему возник вопрос о проведении такого референдума? Потому что в стране нарастались сепаратистские настроения. По какой причине? Ну это серьезнейший разговор, если говорить коротко, то с моей точки зрения по трем причинам. Во-первых, Советский Союз был унитарным государством. Это означает, что все, абсолютно все решения принимались в Москве. И не только серьезные, политические, масштабные, но даже мелкие. Все нужно было утверждать в Москве. И, конечно, республиканские элиты, республиканских руководителей, это страшно раздражали, что за всякой мелочи они должны обращаться в Москву, кланяться и просить разрешения. Второе, в некоторых республиках национально мыслящие люди считали, что их республики насильственно присоединили. В первую очередь эти настроения были масштабные в Балтийских республиках, в Литве, Латвии, Эстонии и в значительной степени в Грузии. И третье, может быть, это определяющее, нарастал экономический кризис, опустили магазинные полки, все становилось трудным, ничего нельзя было купить, все надо было доставать. И возникало ощущение, что в нехватке виноваты люди, которые приезжают и забирают. И это, думали, так не только в Москве. Хотя в Москве вводили тогда карты москвича, в разных областях и городах вводили талоны. Во многих республиках возникало ощущение, что вот они всех кормят. И если отделиться, если поставить границу, то жизнь станет другой, просто куда более приятной и удачной. Зачем мы должны всех кормить? Вот это нарастающее ощущение, что нужно отделяться, было достаточно широко распространено. Скажем, я помню хорошо, в Москве среди интеллигенции возникал этот разговор. Ну что мы должны на себе всех тащить? Почему Россия должна за всех работать, всех кормить и за все платить? И неожиданно Михаил Сергеевич Горбачев, который, конечно же, был сторонником Единого государства, предложил провести такой референдум. Хотите ли вы сохранение Единого Советского Союза? Не все республики согласились участвовать. Шесть отказались. Три – Балтийские, Грузия, Армения и Молдавия, которая стала Молдовой. В некоторых частях этих республиков кто-то голосовал. Ну, скажем, в Молдавии, это Приднестровье и Гагаузи, они участвовали в референдуме и проголосовали за... Это отдельные люди в других республиках. Ну, вот шесть республик официально отказались. Но в девяти остальных голосовали и проголосовали за. Три четверти опрошенных сказали, что они за сохранение Единого Советского Союза. Ну, обновленного. Это очень важный аспект. Скажем, на Украине был второй пункт вопросники. Он гласил, вот, людей спрашивали вот о чем, жители Украины спрашивали вот о чем. «Считаете ли вы правильным, чтобы новый союзный договор был основан на декларации государственной независимости Украины?» И тоже почти три четверти, больше 70% сказали «да». Ну, еще были два отдельных вопроса в Российской Федерации и в Москве. В Российской Федерации задали вопрос, считаете ли вы правильным ведение поста президента России? А в Москве, у москвичей спросили, хотят ли они, чтобы появилась должность мэра. И россияне, и москвичи на оба вопроса ответили утвердительно. Поэтому в России скоро были проведены первые выборы президента Российской Федерации, на которых победил Ельцин. А в Москве были выборы мэра, на которых победил Гаврил Хрисович Попов, который стал первым мэром Москвы. Почему они хотели этого? Ну, оба устали от необходимости руководить заседаниями депутатскими, потому что Борис Николаевич был председателем Верховного Совета РСФСР, а Гаврил Хрисович Попов был председателем Моссовета. И, соответственно, они должны были сидеть на заседаниях и руководить обсуждениями. А они оба жаждали деятельности. Поэтому ввели две исполнительские должности. Ну, Гаврил Хрисович быстро ушел, но оставил себе хорошую память. Вот всякие, кто подобно мне достиг пенсионного возраста, бесплатно ездят на городском транспорте. Это было введено Гаврилой Хрисовичем. Результаты референдума кому-то показались удивительными, но они абсолютно вдохновили Михаила Сергеевича Горбачева, который увидел в этом шанс сохранить единое государство. И началась работа над созданием нового союзного договора, который действительно предусматривал большие права, которыми наделяли все республики. Дискуссии начались в апреле в Новоогорево, в президентской резиденции. В основном споры шли между двумя участниками. Это Михаил Сергеевичем Горбачевым и Борисом Николаевичем Ельцином. Конечно, эти споры были окрашены личной неприязнью, потому что Ельцин не мог простить Горбачеву, как он выпихнул его из политики. Горбачев видел в Ельцине главного своего противника. И довольно бурными были эти дискуссии. Тем не менее, постепенно текст вырабатывался. Насколько жизнеспособной была эта конструкция? Мне представляется, что вполне. Республики получали большие права, но единое государство сохранялось. Все возможности для обычного человека сохранялись. Ты мог ездить куда угодно, предусматривая, что не будет никаких границ, никого пограничного контроля, никого таможенного контроля, единая валюта, единые права. Нашел интересную работу, перебрался туда, живешь, работаешь, и никто не спрашивает, а ты откуда мел? Это ключевое имело значение. А то, что местные парламенты и председатели Совета Министров обретали дополнительные права, то, в общем, это на самом деле повредить общему существованию не должно бы. И вполне этот союзный договор мог стать реальностью, и новое государство, обновленное государство, но единое продолжило бы свое существование. Потому что многие республики абсолютно не хотели уходить, но кто помнит, Казахстан до последнего не желал распада Советского Союза, Белоруссия не хотела, Среднеазиатские республики не хотели, и Украина на самом деле не хотела. Там была немалая часть национально мыслящих людей, особенно на западе республики, которые хотели, скажем, прекращение существования Советского Союза, но в целом республика была готова оставаться частью единого государства. Так что это была вполне политическая реальность. Но что помешало? Помешали, в первую очередь, личные амбиции некоторых руководителей, второе, конечно, недовольство немалой части аппарата происходящим. Аппарат был недоволен тем, что власть уходила из рук, потому что главное достижение Михаила Сергеевича Горбачева это то, что люди получили свободу, получили свободу говорить, не говорить в том числе неумелому начальнику, что ни на что не годится, что надо его переизбирать и выбирать новый. Представляете, для кого начальник это тяжелое разочарование, он там 15 лет руководил областью, или край моему, говорят, а ты ни на что не годишься, выбирай вместе другого человека. Конечно, он эту систему ненавидел. Но главным образом мне представляется, ключевой роль сыграли личные амбиции. В июле, в один из июльских дней, в Новоогорево у президента собрались три человека, сам Михаил Сергеевич Горбачев, президент России Борис Николаевич Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, в ту пору очень популярный, невероятно энергичный, очень умелый администратор. Обсуждали они кадровые перемены, которые должны были последовать за принятием нового союзного договора. Имелось в виду сформировать новое правительство и новое союзное правительство должен был возглавить Назарбаев. Еще раз скажу, что он пользовался тогда большой поддержкой, производил сильное впечатление и он был достаточно умелым, энергичным и ладящим с людьми, руководителем, который добился бы успеха, несомненно. Решили сменить министра обороны маршала Язова, представителя комитета госбезопасности Крючкова. Потом, после ГКЧП, и Горбачев, и его помощники говорили, что разговор трех президентов был записан. Их решение сменить руководство было услышано и прочитано, когда расшифровали запись разговора, теми, кого это касалось. Прочитал Крючков, показал Язову, показал Павлова, который был председателем совета, премьер-министром. Естественно, эти люди не хотели уходить, и это было главным, что подтолкнуло их к созданию ГКЧП, введению чрезвычайного положения, отстрадению Горбачева от должности. Почему 19 августа? Потому что днем позже было бы поздно, было назначено подписание союзного договора, все руководители республик должны были приехать, подписать союзный договор, и началась бы новая жизнь единого государства. Ну, 19 числа ввели чрезвычайное положение, отключили Горбачева от управления страной, ввели танки. ГКЧП просуществовал всего три дня, его мало кто поддержал, на самом деле, кто увлекается историей, тот знает, что ни военные, ни даже аппарат государственной безопасности не очень поддержал Пучистов. Но подписание союзного договора было сорвано, и это главное последствие. Испугались, люди испугались, в республиках испугались, появление танков на улицах, этой непредсказуемости, людей, которые могут, оказывается, в любой момент устроить все, что угодно. И вот после августовского путча и усилия с невероятными сепаратистскими настроениями, уже во многих республиках говорят, нет, это точно надо уходить подальше от этих людей, которые в любой момент могут устроить все, что угодно. Отделимся и заживем счастливо. Горбачев был одним из немногих, кто до последнего пытался сохранить Единый Советский Союз, но настроения уже переломились. Ведь когда три руководителя, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, Беловежской пуще, подписали тот документ, который положил конец существованию Советских Социалистических Республик, ведь никто же не выступил против, ни военный, никто бы то ни был еще. Парламенты в республиках проголосовали за и утвердили это решение, и люди вовсе не выходили на улицах и не протестовали, потому что такие были настроения. Разбежимся, разойдемся и заживем на слабо. Я не принадлежу к тем людям, которые считают, что все предопределено, иначе быть не могло, и могло быть только так. Нет, нет, я вполне себе представляю, что Союзный Договор был бы подписан 20 августа 1991 года, были бы сформированы новые органы власти, введена новая законодательная система, республики, а получили бы значительно большие права и сами могли решать, сколько там и министерств иметь, и как улицы называть, и какие товары выпускать, все это мелочи, которые люди могут решить сами. Произошло бы очень важно, во-первых, сохранилось бы единое государство, во-вторых, люди стали бы принимать на себя большую ответственность за происходящее, в-третьих, мы бы учились понемножку сосуществованию, кооперации, сотрудничеству, взаимодействию, поиску компромисса, умению находить общий интерес, который всех объединяет, а не настаивать только на своем. Все это очень полезный опыт, который уверен, быстро бы подтолкнул наше государство, единое государство вперед, и привело бы его к несомненному экономическому успеху. Все могло быть иначе, эта фраза звучит, если говорить об истории, как-то особенно трагически. Все могло быть иначе, если бы не в ГКЧП в августе 91-го года, если бы союзный договор был бы подписан, и единое государство, которое мы жили бы сейчас, сохранилось. Ну что же, 30 лет назад происходили эти драматические события, и будем еще к ним возвращаться и пытаться понять, что и как происходило, потому что это объясняет сегодняшний день. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok